С приходом весны увеличивается число тех, кто вместе с отдыхом на природе начинают кумысотерапию и лечение кобыльем молоком. В этнокомплексе Супара Чункурчак, находящийся в 40 километрах от Бешкека, можно увидеть не только наших соотечественников, но и гостей из-за границы. Сколько длится курс лечения и в каком объеме нужно пить молоко для лучшего эффекта, узнавала Айзада Орунбаева. Одним из первых в Кыргызстане сезон лечения кобыльем молоком открыл этнокомплекс Супара Чункурчак. Это уникальное место, наиболее полно отвечающее смыслу слова джайлок, где взору открывается сказочная долина, на горизонте которой видны снежные вершины величественных гор. Сюда приехали гости из соседнего Казахстана, чтобы поднять свой иммунитет на целый год. Отдыхающие отмечают, что нашли Супару в интернете. Здоровье – это незаменимое богатство человека. Необходимо уделять время своему здоровью, не только когда оно пошатнется, но и проводить профилактические работы. Мы начали искать места с целью отдохнуть и провести лечение. Когда мы увидели этнокомплекс Супара Чункурчак, сразу же остановились на нем. Здесь созданы все условия для употребления кобыльевого молока в теплом виде. В свободное время мы не сидим на месте, катаемся верхом, гуляем и устраиваем походы в горы. Одолевшие расстояние в сотню километров и прибывшие отдохнуть гости увидели красоты Кыргызстана. И несмотря на то, что курс лечения кобыли молоком только начался, уже начали ощущать результаты. По интернету же мы нашли. Моя супруга нашла это место в интернете и предложила мне. Действительно, это прекрасное место. Мы пьем молоко на свежем воздухе. И с тех пор, как я приехал сюда, я даже перестал курить. Каждый день нам пятикратно дают самолы и кобыли молоко. Мы пьем с 9 утра до 5 вечера. Очень довольны тем, что к каждому гостю здесь свой подход. Кобыли молоко необходимо пить теплым сразу после доения в течение 10-15 минут. Для лучшего эффекта нужно пить по 200 грамм 5 раз в день. Сам курс лечения длится от 7 до 10 дней. Ну а в народе бытует мнение о том, что правильное употребление кобыльевого молока – спасение от тысячи болезней. Лечение кобыли молоком нужно минимум 7 дней и до 10 дней. Потому что в течение 1-2-3 дней пить молоко – это не так эффективно. Это, возможно, не дает такой эффект. И из-за этого лучше лечиться, очищаться в течение 7-10 дней. Подавляющее большинство посетителей Супары – это гости из ближнего и дальнего зарубежья. Здесь сезон лечения молоком длится с мая до августа. Наши гости, естественно, не только наши. Здесь местные, которые приезжают к нам из зарубежа. Это вот даже с океана, заморские наши гости бывают, с Канады, с Америки, с Аравии, бывает, с Аудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты. Очень много тоже гостей у нас. С Казахстана, с Центральной Азии, это Узбекистан. Наши близкие соседи, они приезжают. Но они ежегодно сюда приезжают. Есть такие гости, которые заранее бронируют. Врачи находят кумыс как лечебные средства и отмечают, что кобылье молоко по сравнению с коровьим или козьим наиболее легче воспринимается организмом. Отмечается также, что кобылье молоко поднимает иммунитет и способствует омоложению организма.